Почему на Новый год мы покупаем ёлку? Обычай наряжать деревья восходит к древнему ритуалу поклонения природе. В западных областях Англии, например, когда-то оказывали честь яблоням, чтобы они хорошо плодоносили на будущий год. Рождественское дерево стало хвойным, потому что остаётся зелёным и зимой. Устанавливать дома ёлку или украшать живище хвойными ветками в России начали при Петре I. Однако и в допетровские времена русские крестьяне на Васильев день отправлялись всей деревней в лес, украшали лучшую ель блестящими побрякушками, лоскутками, обрядовыми хлебцами. Водили вокруг неё хороводы и загадывали желания, точь в точь, как мы, их далёкие потомки. Свечи, зажигаемые в Рождество, не просто средство освещения, но живая память о глубокой древности. В праздник их положено ставить толстыми, чтобы горели сутки с половиной до конца торжества. В Англии, кроме того, зажигают в камине рождественское полено, которое не должно потухнуть до самого дня подарков, второго дня Рождества. А вот обычай вешать на ёлку красный сапожок из тех стран, где дети привыкли, что им в носок кладут подарок. На Руси тоже использовался сапожок, но его выставляли или бросали за порог. Это было элементом девичьих гаданий осуженным. Редактор субтитров А.Семкин